Привет, друзья! Буду отвечать на вопросы, которые мне в личке задают и в комментах задают. Это очень важно, потому что это касается очень острых и глубоких тем, связанных с ключом. Ну, например, меня спрашивают, а можно одним словом выразить, что такое метод ключ? Можно. Синхрогимнастика. Почему? Потому что синхрогимнастика – это значит подбор действий, которые подходят именно вам на 100%. Что может быть эффективнее, если вы делаете действия в моменте, которые проходят вам на 100%? Только это действие является максимально эффективным. Синхрогимнастика позволяет перебирать различные варианты действий по критерию максимальной простоты и комфортности, а сам подбор развивает творческое мышление. Это же поразительно. Итак, синхрогимнастика по методу ключ. Вот одним словом сказал. Синхрогимнастика. Теперь второй вопрос был. Значит, а много ли про вас написано книг? Сколько про меня написано, я не знаю, но те, которые я знаю, вот мне иногда присылали книги разные. Ну, вот, например, забыл фамилию, но я сейчас вспомню. Это у меня краска. Это я рисовал ночью. Ну, значит, книги про меня написаны. Ну, Аграновский Валерий написал книжку «Визиты к экстрасенсу». Там я был экспертом в этой книге, герой книги, эксперт. Да, потом вот Маринина, Александра Маринина, детектив, призрак музыки. А это вот Прибалтики, которая вышла. А её книги вышли и в Китае, и, естественно, в России. И все их читали. Это такой потрясающий детектив. И там есть про меня. Там много страниц про меня. И там даже мой телефон. И ко мне звонили дамы некоторые. Они говорят, это правда, что ли? Вот я трубку беру в Центр защиты от стресса на Таганке. А у меня ещё телефон был 911. Они говорят, это правда, что ли? А мы думали, что это детективная выдумка. Да нет, это правда. Потому что там на самом деле был момент, когда одна женщина достаёт из сумочки, в самом детективе из сумочки, визитку и даёт кому-то. И там написано, доктор Хасай Риев, метод саморегуляции ключ и телефон мой. Да много-много про меня писали. Я очень им благодарен. Благодарен этим людям, которые писали. И там закон ответного удара про спецназгуру, и много других книг, и ошибки Малахова. Ну, короче говоря, много. Я сейчас перечислять даже не могу их. Короче говоря, третий вопрос. Теперь перешли к важному. Значит, подбор действий, соответствующий именно вашему состоянию в моменте их применения, на самом деле, очень эффективно и эффективнее во Вселенной быть не может. Потому что это действие, которое вы и сами делаете, но неосознанно. Когда спасаетесь от какой-то стрессовой ситуации, когда решаете какую-то волнующую задачу, вы невольно делаете некие действия. Например, моргаете, или, например, застываете взглядом, или, например, зрачок у вас становится узкий или широкий, как объектив фотоаппарата. Вот есть такой широкоформатный объектив, который захватывает большое, так сказать, зрение. Есть узкоформатный. И вот ваш зрачок, и вот представьте себе, когда вы это делаете неосознанно, оно работает, потому что это природа в вас заложила, механизм такой защитный, инстинктивный. А вот я осознал это и дал в виде приемов. И вам даю, перебирайте и подбирайте то, что вам подходит, то, что вам синхронно к текущему состоянию. Представьте себе прием. Стоп, зрачок. Раздвинь зрачок. Представляете? И как это сделать? Ну, тут у нас очень много умных людей, участников нашей школы, человек, будучи ухома футуруса. Пожалуйста, напишите. Если хотите, я вам расскажу этот прием, как это сделать и что из этого происходит. Вы не представляете. Если в обычной жизни вы решаете какую-то проблему и никак не можете ее решить, и у вас в этот момент происходят вот эти события, а теперь, когда вы делаете их осознанно, таким образом вы и становитесь осознанным. Вот когда меня спрашивают, а что значит стать осознанным? Ну, как это? Управлять тем, что раньше управляло вами. Развивать сознание и самосознание. Это развиваться. Вот теперь я вам скажу, важно. Очень важно то, что я вам скажу. Почему, например, Будда, Путак, почитаемый мной, как и многие, как и многие открыватели, которые создали эпоху жизни, да, Будда. Почему тысячи лет, тысячи лет, и до него тоже была эта медитация, и он это осознал, и сделал это методом достижения равновесия ума и тела, методом гармонии, методом отвлечения от задействованности, когда вы остаетесь в состоянии безмятежности. И я сформулировал. Будда не смог сформулировать. Вот к нему подходили и говорят, это я читал и спрашивали, а это вот то состояние, то состояние, и описывали признаки. Он говорит, нет, не то. И они искали другое обозначение. А я сформулировал. Ну, мне тоже на это потребовалось 40-50 лет. Понимать, 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 осознавать, осознавать, переписываться, дискутировать, выступать на конференциях наших, международных и так далее, на тему саморегуляции, и в зависимости от того, какие мне задавали там вопросы, отрабатывать методику вербальки, выражения слов. Потому что кто понятнее объяснит такие глубокие вещи, которые легче почувствовать, чем рассказать, объяснить, донести до каждого, кто понятнее это выразит словами, тот и лидер мнений. Я смог выразить, да, через столько лет, я смог выразить, я смог учить в нашей школе человек будущего, хомо-футурс, людей, эту нирвану постигать за секунды, ну, за минуты для новичка, там, несколько раз он делает, там, может быть, за 15-20 минут, подбирает действия с синхронной текущему состоянию, входит в это состояние глубинной душевной безмятежности, душевного равновесия. Я сформулировал, послушайте, это состояние, когда мысли не сопровождаются эмоциями. Вот и всё. Почему тысячу лет назад не могли это сформулировать? Потому что это непросто. Сформулировать какие-либо состояния, ну, например, запах розы, запах розы, или состояние счастья, когда Лёвин у Толстого Ивана Каренина косил лук, смог Толстой сформулировать, что в какие-то моменты Лёвину казалось, ну, он так описал, что можно понять, что Лёвин испытывал состояние счастья. Ну, он же писатель большой. Да, вот мне Катаев, Валентин Петрович Катаев, который написал «Билет парус одинокий». Ну, Валентин Петрович Катаев, извините. Он мне сказал как-то, я один раз с ним встречался, переделки мы давно-давно, меня Василов Михальский к нему привёз, познакомил, я был у него дома, и мы с ним стояли там в сосновом лесу. И он мне сказал, писать надо просто. Я, говорит, только сейчас это понял. А ему уже было за сколько лет? А я был молодой. Он сказал, писать надо просто. Ну, чтобы просто писать, чтобы выразить, сформулировать так, чтобы люди поняли, ну, надо быть Толстым, Катаевым. Надо быть Будда, ну, Будда сумел обратить внимание, сформулировать, что жизнь есть, рождение страдания, от жизни страдания, от смерти страдания. И нашёл нирвану, чтобы человек мог выходить из страдания и быть самим собой. Да. Человек. Да. И вот этот буддизм, он, что он пропагандирует? Сопереживательность, сострадательность. Если бы все сострадали, войн бы не было, и кризисов бы не было, и не было бы никакого нас чипирования, и не было бы ничего этого, и мы бы все общались между собой по-человечески. Ну, религии так натравливают друг на друга, они тоже убивают людей, или религии убивают людей. Ислам с христианами. Христиан столько побили, христиане побили столько людей. Это вообще кошмар. Это же история. Это же история. Да. Но мы сейчас не о политике, не об истории, я просто вам хочу сказать одну очень важную вещь сейчас. Я вам скажу о поразительном открытии. Дело в том, что это состояние обнуления, когда вы подбираете действия синхронные текущему вашему состоянию в моменте, когда вы это делаете, это действие, когда используете в моменте. В зависимости от исходного состояния дает разный эффект. Если вы эту нирвану, то есть нулевое состояние, как я определил, получаете на фоне эмоционального большого напряжения, стресса. Допустим, на градуснике напряжения на шкале стресса у нас 10, а здесь 0. Вот это будет нирвана, это нулевое состояние. А здесь 10 делений. И допустим, у вас 10, это суета мысли, это мятеж, это шторм, а здесь стиль. Так вот, если вы быстро сделали это на контрасте, на контрасте со скоростью падения лишнего напряжения нервного, в зависимости от этой скорости у вас включаются эндорфиноподобные вещества. И чем быстрее падает это вот, а у нас падает за секунду, и поэтому человек чувствует кайф. Это эндорфины включаются. А если он был в обычном состоянии, допустим, вот столько было напряжения, у него снизилось немножко, он как и чувствовал себя, так и чувствует, разницы не видит, потому что все в сравнении. Поэтому нирвану называют это нирваническое состояние. Объяснить это было невозможно, а я сейчас объясню, видите. То есть зависит от исходного состояния и скорости падения лишнего нервно-психического напряжения. От этого зависит, какие гормоны у вас включатся. А теперь еще более важное скажу. Вот это вас сейчас немножко, если здесь новички, разделит на умных, очень умных и вообще умнейших, или тех, которые так себя считают в этот момент. Ну, это я шутник, но на самом деле, послушайте, почему буддизм был тысячу лет, а только сейчас удалось это придумать, такие определения, которые доступны каждому. Например, я сказал как-то, что девочка, которая задумалась, глядя в окошко, и забылась в этот момент от монотонии урока, уставшая и не спавшая, может быть, хорошо ночью, задумалась, засмотрелась в окошко, она тоже в нирване. Но я же этот пример привел для того, чтобы до вас донести, что такое нирвана. Видите, как удачно? И чем же отличается эта девочка от Будды? Будды вызывает у себя осознанно, когда он хочет, условно говоря, по своей воле. А девочка забылась, потому что мозг вызвал это состояние, защитная реакция, потому что она уставшая, вот эта монотония вызвала это состояние, то есть у девочки это состояние спонтальное, естественное, управляет ею, а Будда вызывает по своей воле, по своему желанию. Вот разница в чем. Видите, как я просто объясняю на таких простых примерах. но я Буддизм этого не читал. Я не читал, чтобы так вот просто объясняли, потому что, чтобы так просто объяснять, надо всю жизнь над этим работать, как я работаю, как ученый, как психофизиолог. А теперь послушайте вот важное. Почему у нас в школе человек, будущего Homo Futurus, люди могут по своему желанию самостоятельно вызывать у себя эту нирвину, нулевое состояние, за 10 минут, за 5 минут, за секунды. А обычно это очень сложно делается, потому что они не знают, если человек находится, допустим, в остром стрессе, и еще нервно-мышечный зажим, и еще может быть где-то там шея проблемная, или там ну где-то там сколиоз, или еще что-то такое. Но он медитирует, медитирует, а нирвана никакой нет. Он не знает о том, что просто надо подобрать действие синхронно к текущему состоянию в моменте. Это мы об этом рассказываем, показываем, поэтому сразу получается. Он же там формально делает, а мы делаем адаптивно к конкретному человеку. Вот вебинар будем проводить сейчас, скоро, и там это увидите, зададите эти вопросы, и там покажем. И прямо на глазах будете получать результаты потрясающие, коренные изменения хорошего состояния, будет становиться хороший состояние. И что же я хотел сказать, наконец, самое главное, прислушайтесь сейчас внимательно. Может, кто-то и поймет. Я имею в виду новичков. Наши участники уже понимают. Может, кто-то и сразу поймет из новичков. Дело в том, что в самом процессе постижения нулевого состояния, почему мы быстро делаем, а почему там долго было делать. потому что именно сейчас открылась возможность понять и использовать это для эволюционного развития. Дело в том, что я всегда говорил, наша школа человек-будущего Homo Futures в русле эволюции развития человека, и поэтому она направлена на пути. А здесь я говорю об эволюционном, уже уточняя, что оказывается такой простой доступ к нирване открылся именно сейчас в нашем веке, потому что именно это открытие на самом деле это открытие глобального значения. Глобальнейшее значение имеет, потому что оно лежит, ты не только вызываешь это состояние безмятежности, но в этом состоянии, когда ты вышел из стресса, обрел нормальное течение состояния мозговых процессов, в этом состоянии, если ты мечтаешь о желаемых переменах в себе и в своем будущем, создаешь образ будущего, ты уже влияешь на будущее человечества. ты уже вносишь коррекцию в эволюционное развитие человека на генетическом уровне. Ну, хорошо, я потом вам объясню это, что значит с помощью саморегуляции по методу ключ управлять своей судьбой и вносить изменения в генетику, улучшения, не механическое улучшение, в ВВ секции там как доктор Мора там на каком-то острове в фантастическом рассказе калечил людей и животными спаривал. Нет, а именно в развитии эволюционного можно улучшать человеческую генетику. Это, дорогие мои, требует особого внимания. Поэтому до встречи. Мы еще об этом поговорим. Лайки ставьте, на канал подписывайтесь, кроме этого, значит, там надо на телеграм подписываться, там будут дискуссии, сейчас еще более-более интересные, там уже идут дискуссии. На этот подписывайтесь в инстаграм, на одноклассники должен об этом сказать, потому что такие правила интернета, не хотите не подписывайтесь. Мне так просто численность не нужна, друзья. Я и так человек, довольно-таки поживший, много сделавший и многих научивший. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok